Пятый сезон «Лучше звоните Солу» подошел к концу. Он оставил гору вопросов, на которые попытаюсь ответить своими предположениями. Почему события финального сезона будут происходить во время тяжких? Что будет с Солом после разговора с Эдом? Что случится с Начо, Лалой и Ким? А также будет ли сериал связан с Эль Камино? Приятного просмотра, мы начинаем! Лучше звоните Солу! Шестой сезон официально станет последним. Теперь уже точно можно сказать, что все сюжетные линии подходят к концу. Думаю, многие задаются вопросом наподобие «Остался последний сезон», а я не видел Ким, Начо и Лала в «Тяжких». Неужели они все умрут? Что если я скажу, что они все живы во время событий оригинального сериала? Давайте вернемся в таймлайн «Тяжких», а именно в восьмую серию второго сезона. Я ни при чем, это все Игнасио, он виноват. Заткнись! Давай по-английски чеши. Так вас не Лала прислал, не Лала? Сол говорит, что это был Игнасио, а не он. А потом спрашивает у Джесси и Уолта, работают ли они на Лала. В последней серии пятого сезона БКС Сол еще не работает в своем легендарном офисе, а значит он знает, что Лала выжил после нападения отряда Гуса. А значит Гус и Майк тоже об этом знают. Предположу, что с момента атаки на дом Лала и до этой серии между Соломанками и Гусом произошло несколько стычек. И именно про одну из них Соло говорит, что это сделал не он, а Начо. Сам же Начо остался правой рукой Лала, ведь посудите сами, он банально не мог куда-либо убежать после осады. Поэтому думаю в первой же серии мы увидим, как Начо обманет Лала, и они вернутся в Альбукерке. Но учитывая, что нам показывают этот кадр, Начо вполне мог сбежать, а Лала понял, что он был заодно с Фрингом. Поэтому не будем отрицать какой-либо из двух вариантов. Чтобы продолжить разговор о Соломанках, нам нужно вернуться на первую серию третьего сезона Тяжких. Изначально, когда я смотрел сериал, я думал, это традиционный мексиканский праздник, День мертвых. Но пересмотрев сейчас, я думаю, что это поминки Лала Соломанки. В момент, когда я пришел к данному умозаключению, мой мозг был немного шокирован. Но давайте разберемся вместе. Во-первых, если вы загуглите День мертвых, вы увидите, насколько это красочное масштабное событие. Маскарады, гримы и огромное количество ярких цветов. А тут как будто умышленно сделали темный и невзрачный цветокор. Да даже если вы посмотрите Тайну Кока, вы поймете, что это не День мертвых. Во-вторых, половина людей на экране просто не задействованы. Снова вспомним последнюю серию пятого сезона и увидим, что у себя дома Лала все любили. И вполне вероятно, что было немало человек в Мексике, которые любили и уважали его. И ползут именно те, кому он был близок. В-третьих, создатели намеренно хотят нас обмануть, что они пришли поставить рисунок с Уолтером. Ведь также они сделаются фотографии Хэнка в седьмой серии третьего сезона. Ну и наконец, изначально близнецы кладут какие-то фотографии, как будто прощаются с близким для них человеком. А на них вполне вероятно может быть сам Лала. Да и посудите сами, начиная с третьего сезона тяжких, когда появляется лаборатория, а это уже пятая серия третьего сезона, и огромные поставки мета, Лала, если бы был бы жив, обязательно был бы замешан во всем этом, и попросту помешал бы открыть лабораторию. Если вспомнить третью серию третьего сезона, проходит собрание боссов у Фринга на птицеферме. Там присутствует даже Гектор, но вот Лала там нет. Вряд ли Лала мог бы отпустить из старика прямо в руки к врагу, если бы был бы жив. Лично для меня это финальный гвоздь в теорию, что Лала умрет к этому времени. В чем точно можно быть уверенным, что к одиннадцатой серии четвертого сезона из Соломанок в живых остался только Гектор. Оставались только ты и Хакин. Другой родни у тебя не было. Теперь фамилия Соломанка умрет с тобой. Вряд ли бы Лала не помешал бы остановить Гуса, когда он приехал в самое сердце картеля. Думаю, с Эдуардо Соломанкой мы разобрались. Игнасио Варага. Как я говорил ранее, более вероятно, что тут я вижу два развития событий. Первый, Начи сбежал из Мексики, а Лала начнет ему мстить. Второй, и лично для меня более интересный, Начи вернется в Альбукерке вместе с Лала, предполагая, что он станет еще более приближенным к картелю. И останется тайным агентом Густаво. К восьмой серии второго сезона что-то произойдет. В чем будет виноват именно Начио? Учитывая, что об этом знает даже Сол, то произошло что-то важное. Возможно, он имеет ввиду именно покушение на Лава. Скорее всего, к этому моменту Начи уже мертв. Учитывая, через что он прошел, хочется увидеть хорошее окончание его истории. Но если вспомнить пятый эпизод четвертого сезона Тяжких, а именно этот момент... Если я типа, ну, твой боец, так ты, блин, выкладывай, че к чему. Чего? Ты не мой боец. Ты не способен быть бойцом. Был у меня боец, но больше нет. А ты точно не боец. Майк мог иметь ввиду именно Начио, что он был его бойцом. А если и правда про него, то Начио точно мертв. Или Фринг его отпустил. Ким. Четвертый и пятый сезон авторы показывали нам, что Ким видится с Джимми в основном только ночью дома. Вполне вероятно, что на протяжении всех событий Тяжких Ким была жената на Джимми. А учитывая их помолвку, она знает об Уолтере и Джесси. Последняя серия дала понять, что в шестом сезоне Ким, вероятно, будет пробовать уничтожить карьеру Говарда. А именно... Сюжетная линия Ким и Джимми будет завязана на деле Сэндпайпер Кроссинг. Для тех, кто подзабыл, делом Сэндпайпер занимался Джимми еще в первом сезоне, когда после очередного визита в дом престарелых, увидел накрутку цен на товары для проживающих там. 14 баксов за коробку салфеток? Да, и это не все. 3,5 доллара за рулон туалетной бумаги, 22 за пузырек аспирина. Тут очевидная схема накрутки цен. Вроде немного, но в общем большие деньги. Вот скажем, с этой бабки за прошлый месяц сняли 400 баксов. Далее Джимми, поругавшись с Чаком, передал свое дело в ХХМ. С этого дела Джимми получит 20% из общего дохода. Что ж, Чак у нас уже партнер, а тебе, как юристу, принесшему дело нам, я гарантирую, скажем, 20% от общего фонда окончательная сумма результата. В девятой серии третьего сезона Джимми узнает, что его доход с этого дела составляет... Два в уме? Один миллион сто тысяч и шестьдесят... Один миллион сто шестьдесят тысяч. Теперь заглянем на немного вперед. Проспекция пятого сезона. У Джимми явно есть деньги. А учитывая, что он спокойно готов заплатить двойную цену за новое изменение личности, это говорит о том, что как минимум 250 тысяч у него есть. Кстати, ровно столько же, сколько заплатил Джесси Вэль Камина. Вполне очевидно, что эти деньги с выигранного дела. Если дело закончено, то у Кимни вышло помешать Говарду провалить дело. Самое интересное в этой истории, что Джимми каким-то способом может помешать Ким сделать это. Вернувшись в девятую серию третьего сезона, мы знаем, что Джимми не может мешать делу. Иначе лишиться своей доли. А если я откажусь, что ты сделаешь? Напряжешь участников иска? Сольешь важную инфу Швайкарту? О, сомневаюсь. Я знаю, что ты подонок, способен на такое, но ты слишком жадный. А если так сделаешь, то можешь лишиться своей доли. Ты получишь свои деньги. Только надо подождать. Тут вариантов развития огромное количество. Джимми помешает Ким. Ким будет действовать в одиночку. Джимми и Ким расстанутся. Короче говоря, может случиться что угодно, но приведет это к завершению дела и получению своей доли для Джимми. А возможно, Ким не будет совершать свой злой план, а просто будет жить вместе с Джимми, пока не узнает о Волтере и Джесси. И попросту расстанется с Джимми, потому что он обещал, что больше не ввяжется в преступные дела. Ты перешел черту. И больше так не сделаешь? Да. Ну что ж, с Лалой, Начей и Ким мы разобрались. Теперь перейдем к моим любимым проспекциям. Проспекция — это черно-белые сцены в начале каждого сезона БКС. Прошлые, в частности, четвертого сезона мы обсуждали в прошлом видео. Давайте поговорим про пятый. Это было невероятно. Безусловно, лучшая проспекция из всех предыдущих. Она продлилась целые 13 минут. Давайте идти по порядку. Проспекция является прямым продолжением прошлой из четвертого сезона. И так же, как и в прошлой, главной темой проспекции является страх. А именно, что Джимми найдет полиция. О чем я уже говорил в прошлом видео. Джимми возвращается домой после того, как он подумал, что и его узнал таксист. Приехав домой, он достает баночку с бриллиантами. Их цена, как мы уже выяснили, превышает 250 тысяч долларов. Далее, сменив знак, он уезжает из дома. В дороге он тщательно прослушивает полицейскую чистоту, чтобы не встретиться с ними. Что явно дает нам понять, что боится он именно полицию. И некоторое количество дней, он не появляется дома и, скорее всего, живет в машине все это время. Вернувшись домой, он также прослушивает полицейскую чистоту. Выйдя на работу, Джимми узнал, что таксист и вправду его узнал. А далее Джимми раскрывает свою личность. Ну и в конце начинается разговор с Эдом. Как мы уже выяснили, сначала Джимми был готов заплатить. Но потом передумывает. И вот, что он будет делать далее, остается, наверное, главной загадкой следующего сезона. Возможно, он навестит Ким. Возможно, вернется в Эльбукерке или решит сам попробовать сбежать от полиции. Например, как предлагал Эд Джесси в Эль Камино. Дума, денег у вас довольно значительное. Да послушай ты. Тратьте с умом и хватит на долгие годы. Прошу, ты не понимаешь. Не высовывайтесь. Ездите ночью. Капец. Если повезет, вы уже скоро окажетесь очень-очень далеко отсюда. К сожалению, в конце прошлого года, в день премьеры Эль Камино, скончался актер Роберт Фостер из «Арака мозга». Роберт сыграл Эда. Как вы сами понимаете, новый сезон Соло никак не будет связан с Эдом. И самое грустное, что создатели, скорее всего, понимали всю ситуацию и просто банально не смогли добавить Эда в финал БКС. А значит, будущая история Джимми не будет связана с Эль Камино. А также это повлияло на премьеру Эль Камино именно в 2019 году. На этой грустной ноте мы закончим. Надеюсь, вам понравилось данное видео. До премьеры шестого сезона, думаю, мы еще разок вернемся к Соло. Хочу поблагодарить всех, кто оставляет комментарии под видео. Всегда приятно вам отвечать и читать ваши комментарии. Жду от вас о теории, как вы видите шестой сезон БКС. А также жду вас у себя в Телеграм-канале. С вами был Виктор. До скорой встречи.